здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что же дверь за моей семьей наконец-то закрылась и не обязательно запишу видео о том можно ли нам выходить можно ли гулять совершать пробежки но сегодняшнее видео будет посвящено хранению очень много вопросов по поводу хранения моего хранения на кухне моего хранения где бы то ни было сегодня расскажу вам вещи которые возможно действительно характеризует именно мое хранение возможно нигде больше вы не встретите такие лайфхаки не могу не похвастаться муж принес мне герань сказал держи жена тебе герань ты очень хорошо готовишь я кстати поняла что наверное на моем канале который посвящен кстати я всех поздравляю нас 99000 скоро будет уже 100 я обязательно сделаю видео своей гардеробной и хочу сказать что я наверное просчиталась тематикой для своего видео нужно было записывать кулинарный кулинарный контент ну что ж хранение давайте с кухни я и начну я много раз показывала на заре своего канала что храню сыпучие продукты прежде всего а также печенье в красивых стеклянных колбах во первых это красиво во вторых это очень удобно сыпучие продукты я использую быстро у меня вот такая колба уходит прямо-таки наверное на одну порцию риса либо гречки либо любой другой группы на всю семью соответственно мне нет проблем с тем что а крупы мои не закрыты хотя часто мне писали что необходимо закрывать они просто не успевают у меня не портится никто там не заводится потому что повторюсь очень часто я меняю содержимое этих колб что это за колбы я их таким образом называют на самом деле это не что иное как самая обычная емкость для воды либо для вина соответственно их можно купить по крайней мере здесь в италии в любом магазине любом магазине все для дома я купила свои стеклянные колбы разного объема потому что знаю что для риса мне нужно чуть побольше колба для допустим муки чуть поменьше я купила ну примерно в районе 3 евро я заплатила за каждый поверьте мне это очень очень удобно служит они эти колбы очень долго потому что это не пластика это стекло это эстетично но самое главное это позволяет занять большую точнее не большую поверхность именно больше объем полок потому что мы понимаем что очень часто мы ставим те или иные раскрытые упаковки и половина объема у нас не заполнен а потому что высота упаковки не позволяет заполнить полностью объем в то время как если вы подберете такие стеклянные колбы повторюсь они существуют огромного количества вариации ира в размерах и в толщине и на самом деле по Вы сможете подобрать под себя, под свой шкаф непосредственно на кухне. И могу сказать, что это позволит вам действительно сэкономить пространство. И самое главное, это очень удобно. Вы также видите то, что вы ищете. Ну и плюс, очень удобно насыпать из таких колб, поверьте мне, как заядловым кулинару. Еще один способ, который меня очень выручает, в связи с тем, что я человек, который сейчас, наверное, по мне это видно, активно использует различные гаджеты для укладки. Я и волосы феном сушу, у меня есть инфракрасная плойка, у меня есть плойка для завития вот такие прекрасные, такой своей прекрасной челки. Показывала, кстати, на канале, как делать такую прическу. Так вот, я также использую щетку с крутящейся головкой Babyliss у меня. И вот эти четыре гаджета, они постоянно находились бы хаотично, лежали, плюс еще провод длинный у каждого. Если бы не мои самые обычные вазы, но единственное, что это керамические вазы, не пластмассовые, пластмассовые не подойдут, потому что должна быть тяжесть у такого квадратного горшка. Вы не представляете, эти горшочки очень маленькие, я много раз показывала свои цветы в этих горшках. Могу сказать, что очень удобно, именно потому что горшок тяжелый и не опрокидывается от тяжести фена, хранить фены, хранить все гаджеты, возможно, расчески вот таким образом. Да, безусловно, не скрывают полностью то, что хотелось бы спрятать, что называется, с глаз до луи, с сердца вон. Все зрители-минималисты меня поймут, кто так же, как и я, за разгруженность поверхности, за пустоту поверхности. Но, что называется, из двух зол приходится выбирать меньшее, это более эстетично. И могу сказать, что это действительно очень и очень удобно, таким образом хранить фен прежде всего. Также мне поступает вопрос по поводу кухни, где я храню кухонное полотенце. Кухонное полотенце я вот таким образом храню. У меня есть, что называется, куда его повесить, возможно, это просто везение, стечение обстоятельств. Но секрет такого трюка заключается также в том, что я не использую кухонное полотенце. Это так называемые подстановочные салфетки, в Италии называются американскими маленькими салфетками, которые используются традиционно для завтрака. То есть они очень плотные, очень часто они сделаны из двусторонней ткани, ткань очень плотная, либо прямо-таки тонкая-тонкая ткань, пришита друг к другу. И эти полотенца аккуратно смотрятся как раз-таки потому, что они очень плотные, они не заминаются, они хранят свою форму, и они действительно аккуратно смотрятся. Поэтому вот такой мой двойной лайфхак. Для полотенец на кухне я использую подстановочные салфетки, это очень-очень удобно. И вот таким образом я храню. И из-за того, что эстетика некая присутствует в таких полотенец, которые полотенцами по своей сути не являются, я могу их хранить, что называется, никуда не пряча. Еще мне поступил вопрос о том, как же я храню губки, тряпочки, которыми пользуюсь на кухне, перчатки, возможно. И у меня есть вот такой ящик, как вы видите, я ограничена в этом ящике. Это обусловлено тем, что этот ящик находится непосредственно под раковиной, соответственно, под раковину. И, соответственно, любой ящик таким образом адаптируется прежде всего под раковину, которую мы выбираем с вами при ремонте. И могу сказать, что да, у меня здесь мало пространства, но оно даже все и не заполнено. Для перчаток я использую вот такие прикрепные крючки, их можно купить в супермаркете. Для каких-то щеток тоже часто использую подобные крючки. Это позволяет мне не сушить отдельно щетки, не сушить отдельно перчатки, потому что они прекрасно просыхают в моем ящике. Я таким образом храню тряпочки и губки. Как вы видите, использую самую обычную стеклянную, именно стеклянную посуду. Это удобнее всего. Могу сказать, что у меня до этого была пластмассовая чашка, за пластмассовой чашкой несколько сложнее ухаживать, потому что пластмасса все в себя впитывает. В то время как со стеклом никаких проблем. Если вы подберете подобную стеклянную чашку по размеру ваш ящик, то, в общем-то, вы сможете класть влажные губки, которые прекрасно просыхают. Вы сможете класть, возможно, влажные тряпочки, которые тоже прекрасно просыхают. И вот таким образом я храню тот небольшой набор чистящих средств, которые мне нужны на кухне, которые многие мои зрители знают у меня универсальны для всей квартиры, для всей уборки. И также я храню, как вы видите, небольшое количество перчаток у меня здесь есть, а также непосредственно гель для того, чтобы мыть посуду вручную. Считаю свою собственную находку. Я много раз тоже о ней рассказывала и показывала, но, возможно, кто-то из новых зрителей не знает и не видел, что вот таким образом традиционно я храню фрукты. Они хранятся в большой стеклянной вазе. Когда-то в эту вазу я любила покупать цветы. И очень многие хозяйки здесь в Италии украшают каждую неделю, прежде всего покупая цветы, конечно же, на рынке. Каждую неделю украшают свой дом с свежесрезанным букетом. Я разлюбила срезанные цветы, потому что мне и цветы жалко выбрасывать так быстро. И плюс за вазой, за такой большой вазой потом очень сложный уход, когда выливаешь воду из-под цветов. Могу сказать, что я приноровилась хранить фрукты вот в такой вазе. Меня часто спрашивают, портятся ли фрукты. Возможно, они действительно портятся быстрее, чем если бы я хранила их в холодильнике. Но у меня большая семья, и фруктов всегда у нас прямо-таки их скорее не хватает, чем они успевают испортиться. Также я много раз показывала, как на пустой полке храню какие-то более крупногабаритные овощи, либо фрукты, это может быть арбуз, это может быть дыня. Все это я выкладываю, как мне кажется, достаточно красиво и эстетично на полку. И на самом деле вот эта полка на нашей кухне получила название фруктовой полки. Если Егор помогает мне выкладывать фрукты, я всегда его прошу выложить фрукты, либо овощи, например, тыку, на фруктовую полку. Вот таким образом я храню фрукты, достаточно красиво, эстетично. И такое яркое пятно, поверьте мне, очень и очень украшает любую квартиру. Недавно я показывала, как я чищу при помощи скотча свое пальто, а также маленький поднос фетровый для всякой всячины. Этот поднос я специально искала, когда только-только мы поселились в эту квартиру. Я знала прекрасно, как хозяйка, что нужно такое место, куда положишь любую мелочь, пока не донесешь ее, скажем так, до места назначения. Такой некий перевалочный пункт. И в нашей квартире он есть, к счастью, это единственный перевалочный пункт, куда попадают мои сережки, мои кольца, браслеты, часы мужа, очки мои, очки, возможно, мужа. На самом деле что-то достаточно деликатное, что необходимо положить и не поцарапать, допустим, поверхность стола. Ну и в то же время, что нужно держать прямо-таки в одном месте, что ты всегда помнишь и знаешь, что ты туда это положила. Потом вещи, как правило, кочуют все-таки на место их проживания. Допустим, мои кольца, мои очки убираются там, где все это должно храниться. Так же происходит с часами мужа. Ну вот такой перевалочный пункт для всякой всячины, где она хранится какие-нибудь несколько часов, он в нашей квартире существует, стоит непосредственно на обеденном столе. Именно здесь для большего удобства я его, как хозяйка, и определила этот поднос. И это, в общем-то, место, отвечая на вопрос о том, где мы храним вот такую разную мелочь. Да, туда часто, кстати, попадают какие-то пуговицы запасные, но тоже я много раз рассказывала, например, что пуговицы я не храню, я их выбрасываю, если вдруг мне понадобится пуговица, я уверена, что без труда смогу найти похожие. Ну что ж, вот такие мои секреты хранения, которые характеризуют меня как хозяйку, а также как человека, который бодро шагает по пути минимализма. Напоминаю, что есть другой канал, в котором видео выходят примерно с той же периодичностью и посвящены только исключительно тематике минимализма как стиля жизни. На этом с вами прощаюсь, жду вас на этом канале, а также на другом канале «Минимализм как стиль жизни». Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok